То одно желание в настоящем времени, это действительно очень сильная техника, которая запускает целую цепь событий, встреч с нужными людьми. Материальное подмогище это сторона, о которой вы даже не мечтаете, просто у вас начинают расти новые нейронные соединения. И чем более конкретно вы прописываете в деталях то, что вы хотите, в настоящем времени, например, вы хотите квартиру, вы пишете, у меня квартира я купила, да, четырехкомнатная, благоустроенная, на третьем этаже солнечная сторона там, или на две стороны выходит, да. То есть вам нужно прописать, какая мебель будет, все в деталях. И важно, когда вы пишете 101 желание, 5 областей обязательно о здоровье желание написать именно свое, друзья. Мы не можем ни про детей, ни про мужа, только про себя, любимых. Здоровье, отношения, вот желание тоже прописывайте. Про семью пишите. Какая у вас семья, если нет семьи, пишите про свою половинку. А пишите, какой он или она. Даже цвет волос, длинные волосы, короткие, худенький, полненький, стройный. Какая ваша половинка, ваша задача прописать деньги, сколько денег вы зарабатываете и больше. Всегда пишите сумму, которую вы хотите и больше, чтобы поток денег шел к вам легко и свободно. Также обязательно напишите яркой жизни, что вы занимаетесь хобби, своим любимым творчеством, может быть, рисуете, может быть, пишете картины, вяжете, в общем, что-то такое, что доставляет вам удовольствие. Обязательно хобби. И, конечно же, путешествия. Прописывайте в детали, где вы хотите побывать, в какой стране. Обязательно посмотрите, может быть, какой-то ролик об этой стране, видео, да, чтобы лучше представить, какая там шум волны, например, да, какая там природа красивая. В общем, прописывайте все в деталях. И еще очень важно, когда вы пишете не правой рукой, а, может быть, вы начнете писать той рукой, которая неудобна. Почему? Потому что у вас растут новые нейронные сети, вы же каждую букву будете выводить стараться. Это, конечно, дольше займет по времени, но зато это будет очень эффективно. И желание 101 можно написать в течение 3-4 дней. Не растягивайте на неделю. Старайтесь прямо вот сесть, прямо взяться и сделать. Желаю вам удачи. А когда напишите в тетрадь, положите ее в шифонер, в шкафчик куда-нибудь. И через год или через полгода откройте, прочитайте, отметите желания, которые исполнились.